Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Волатильность торгов всех классов активов снижается, тем самым указывая на ожидание очень важного события. Речь идет о предстоящей публикации отчета по инфляции в США. Изменение этого показателя отразится на дальнейших темпах ужесточения монетарной политики Федрезерва. Именно по этой причине мы наблюдаем значительное снижение торговой активности. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют дальнейший рост индекса потребительских цен. Подтверждение или превышение этого прогноза может усилить давление на рисковые активы и соответственно укрепить доллар США. На данный момент активно обсуждается очередное повышение ключевой процентной ставки ФРС США на 0,75%. Это явно медвежий фундаментальный фактор для рынка акций, так как он будет способствовать замедлению экономики США. Напомню, что мы уже наблюдаем все признаки кризиса, акции снижаются, кредитные спреды расширяются, доходность продолжает уменьшаться, и как следствие рисковые валюты слабеют, способствуя укреплению доллара США. Но несмотря на все это, монетарная политика Федрезерва и других центробанков мира ужесточается, сталкивая мировую экономику в рецессию. А теперь более детально поговорим о валютном рынке. Доллар США продолжает укрепляться по всему рынку, выполняя функцию защитного актива. При этом, мы наблюдаем общее ослабление евро в паре с большинством валют. Глобальная причина очевидна, это война у границ валютного блока. В результате которой энергетический кризис и значительное ухудшение торгового баланса, что резко ухудшило экономическое состояние еврозоны. Как следствие, валютная пара евро-доллар уже практически достигла паритета. При этом дальнейший рост инфляции в США может спровоцировать более мощную волну распродаж. Смещаясь на рынок нефти, обращу внимание на значительное снижение торговой активности. По сути, мы наблюдаем явную неопределенность, которая вызвана целым рядом фундаментальных факторов. Начиная от попытки установить потолок цен для покупки российской нефти, до ожиданий предстоящего релиза по инфляции в США. Также важно следить за переговорами между США и Саудовской Аравией. Любой прогресс в этих переговорах может оказать давление на нефтяные котировки. Как следствие, риск появления сильного движения цены остается очень высоким. Завершая сегодняшний обзор, обращу внимание на умеренную слабость криптовалют. Она отображает общее настроение инвесторов. Речь о том, что интерес к риску продолжает снижаться, и вероятнее всего он будет оставаться очень низким, до момента устойчивого снижения инфляции. Поэтому медвежий сценарий остается в приоритете. Более того, в случае неожиданно сильного роста инфляции в США, активность продавцов может увеличиться, обвалив биткоин ниже 18 тысяч. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.